На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем во Мнимку четверо рва, и было небо голубое, была зеленая трава. Одиннадцатыми участниками поэтических чтений стихи «Живут» стали воспитанники военно-патриотического центра «Застава», которые прочитали стихотворение Риммы Казаковой. Историю Великой Отечественной войны они хорошо знают, поэтому идею принять участие в проекте ребята поддержали. Ребята, наверное, увидели какое-то такое историческое отражение самих себя, так как в стихотворении говорится о таких же молодых ребятах, как они, которые в свое время встали на защиту Родины. Воспитанники «Заставы» ежегодно бывают на местах боев, где проводят работу по поднятию останков советских воинов и изучают историю места по рассказам жителей. Интерес к прошлому не утихает и дома. Ребята с интересом читают книги о войне и узнают историю своей семьи. Все стихотворения, которые посвящены войне, это неотъемлемая часть нашей истории. И это была большая честь для меня, что я приняла участие в этом проекте. Проект «Стихи живут повсюду» стартовал в июне 2019 года. Завершится он в мае, накануне 75-летия Великой Победы. Многие коллективы нашего округа и не только уже приняли в нем участие, ведь благодаря литературным произведениям каждый из нас может представить, как жили наши соотечественники в годы Великой Отечественной войны. Мы строкой посильной, своим посильным участием в поэтических чтениях можем воскрешать лучшие черты нашего народа, можем напоминать людям о том, что это было. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли, по всей России обелиски, как души рвусы земли. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Бидное ТВ.